На Светлой Седьмице Василькульской епархии прошел финал молодежного конкурса «Раскрой в себе талант». В этом году Сретенские молодежные встречи было решено перенести на пасхальные дни, поэтому конкурс стал пасхальным. Целью мероприятия было найти в Сибири талантливую молодежь и направить ее к евангельской заповеди. Да просветится свет ваш пред людьми, да ведет добрые дела ваши и прославит Отца вашего небесного. Как оказалось, есть еще немало самородков в сибирских селениях. О талантливой сибирской молодежи расскажут наши коллеги со студии «Фавор». Звезды играйте, воры танцуйте, Христос воскресе, радость принес. Не оскудевает сибирская земля молодыми талантами, самородками, мастерами да голосистыми пивуньями, лихими сибирскими казаками да казачками, смельчаками и спокон веков вольными защитниками российских рубежей. Это Андрей Меркель. Он называет себя помидорником. Вместе со своими родителями они выращивают в Сибири более тысячи сортов помидоров из разных стран и континентов. Один такой помидор на рассаду подарили они даже правящему архиерею владыке Феодосию. Это Петр Игнатенко. Ему 16, а он уже фермер. Ему одинаково легко управлять как машиной, так и трактором. Он в корне не согласен, что в деревне сегодня жить скучно. Лично ему скучать некогда. Это Алена Чернова, талантливая портретистка, чьи работы многим запали в душу. Кто-то здесь видит Иисуса и Марии, кто-то видит веру и силу, которая стоит у каждого из нас за спиной. Которую мы не видим, но чувствуем, и она нам помогает. Вы спросите, как же мой дарь-слово может послужить Богу и людям. Это юная поэтесса Софья Каменцева. Она поделилась со всеми не только своим поэтическим даром, но и талантом, вопреки всему, нести живое слово людям. Более сотни талантливых молодых людей из 10 районов Омской области приняли участие в пасхальном молодежном конкурсе «Раскрой в себе талант», организованном Исселькульской епархией. Главную цель этого конкурса епископ Исселькульский Русскополянский Феодосий видел прежде всего в том, чтобы отыскать в молодых людях дары Божии, показать, кто даровал им такое богатство, и как можно эти дары приумножить на пользу людям и во славу Творца. И это получилось. «Чего начали они? Я благодарю Бога, я прославляю Бога». И так это было приятно слышать, потому что на самом деле это молодежь в храм не ходит. Но они вот здесь, в стенах нашей епархии, действительно раскрывают, что им Бог что-то дал, и надо благодарить за это. И вот кто-то говорит «спасибо Богу за это и за это, спасибо Богу». Они не понимают, что «спасибо» – это «спаси Бог». И «спаси Бог Богу за то, что Он мне дал то и то». Но это звучало мило, конечно, потому что они не уделяли от всего сердца. 18 номинаций к раскрытию своих талантов было предложено молодежи. Среди них – дар духовной жизни, научный талант, дар любви к ближнему, дар радного подвига и казачьего служения, талант мастера и мастерицы на все руки, дар изобретателя, дар доброго садовника, юного натуралиста, компьютерного гения, дар слова, пения и творения. Формат данного мероприятия уникален, потому что мы участвуем в многих конкурсах и фестивалях и на разных площадках творческого характера, которые имеют узкую направленность. Вот первым, на что я обратил внимание, касательно положения, это всеобъемлющий просто охват людей творческих, людей разноплановых, талантливых во всем. И что характерно для эпархиального формата проведения, конечно, атмосфера, атмосфера непередаваемая, все как будто бы знают друг друга очень давно. Это семья Яковлевых, Станислава и Виктории. Они заявились в номинации «Мастер на все руки» и «Дар хозяйки и мастерицы». Однако, рассказывая о том, как они дружно делают свои работы и как между собой общаются, жюри единогласно присвоило им победу в номинации «Дар любви к ближнему». Многим запал в душу их добрый пример крепкой, надежной христианской семьи. В номинации «Дар мудрого наставника» стало сразу три победителя. Это руководители казачьих классов из трех районов Омской области. За особые труды в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, русских традиций и нравственности наставники молодых казаков получили из рук правящего архиерея медали царского фонда «Так, когда просветится свет ваш предчеловеке». Нестандартная форма проведения конкурса, а именно многогранность представляемых талантов, подарила участникам возможность не только показать себя, но и посмотреть других. Тут-то и заранилось у некоторых желание покопаться в себе. А может, Господь вложил в меня и другие дары? Для себя таланты я открыл это казачество, потому что раньше я не видел эту афланкировку. И для меня это было интересно познакомиться с этим. Я также узнал некоторые события с историей казачества. Главным призом для 16 победителей молодежного пасхального конкурса станет бесплатная многодневная паломническая поездка по святым местам Урала, которую будет лично возглавлять и окормлять правящие архиереи епархии епископы Селькольский и Роскополянский Феодосий. Юлия Фарпштейн, Максим Поваляев, Селькольская епархия, студия «Фавор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова